Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразное, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения на прежнем месте в эфире Радио Атенат. В понедельник, в среду и в пятницу, в 16.16. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. В 5.2 бюллетеня признаны недействительными. Абхазия Информ сообщала о том, что российская сторона готова платить тысячи рублей гражданам Абхазии за один килограмм собранного им имя мраморного клопа. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатов. В Сухуме на совещании по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом было разъяснено, что насекомые нужны ученым при изготовлении феромоновых ловушек, которые будут использоваться для последующего отлова клопов в Абхазии, а также в целях изучения их генетики и воздействия на вредителя определенных химических препаратов. Хатов считает, что ручной сбор клопов на сегодняшний день – наиболее эффективная мера борьбы с насекомым-вредителем. Абсны Пресс сообщала о том, что в Абхазии создана сеть образовательных центров, в частности, 28-20 марта детский фонд ООН ЮНИСЕФ открыл в Сухуме первый образовательный центр. В тот же день был открыт такой же центр в Гали. Айайра сообщала о человеке, подорвавшемся возле железной дороги, взрыв, в результате которого скончался мужчина. По словам жителей близлежащих домов, произошел в лесном массиве Сухумского района около железнодорожных путей между Новым районом и городской мусоросвалкой. Примерно в 9.30, 25 марта очевидцы сообщили об этом правоохранителям. И также было сказано, что взрыв произошел где-то в 50-70 метрах от железной дороги. Ведется следствие. Абстнепресс сообщал о том, что, по словам исполняющего обязанности начальника отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Амира Цужба, грязный дождь, пошедший в Абхазии в 23 марта, выражаясь на языках терминов, это грязовые осадки, следствие выноса воздушных масс из северо-восточной Африки средиземноморским циклоном. По его разъяснению, такие дожди бывают весной или осенью, чаще всего весной, потому что активизируется вынос теплых масс. Определение погоды средиземноморским циклоном происходит весной, обычно сообщил Цужба. При этом специалист подчеркнул, что как метеорологическое явление этот дождь не несет никакой опасности для населения. Это странное явление было зафиксировано в Абхазии 23 марта, как уже было сказано. Точки соприкосновения Ну что ж, а теперь переместимся на грузинское медиапространство. Интерпресс-ньюс сообщала о том, что скончавшийся при невыясненных обстоятельствах в заключении в Цхенуальской тюрьме гражданин Грузии Арчил Татунашвили, которого власти оккупированного региона незаконно задержали 22 февраля, был похоронен на братском кладбище в Мухатгверде. Первоначально планировалось похоронить Татунашвили на муниципальном кладбище, но позже, предположительно, по просьбе семьи планы изменились и было принято решение похоронить его на братском кладбище. По данным Министерства обороны Грузии, Арчил Татунашвили служил в вооруженных силах в 2007-2011 годах. 21 марта на минувшей неделе в Гали состоялась очередная встреча рабочих групп в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. Над темой работала радио Аттинати. На встрече представители центральных властей Грузии уделили особое внимание делу об убийстве Гиги от Хозорио. Было заявлено, что в этом смысле ничего не изменилось, так как у де-факто властей нет воли для задержания обвиняемого в убийстве Рашида Канджиоглы. И было сказано, что работа в этом направлении обязательно продолжится. Об этом журналистам по завершении встречи заявил заместитель директора информационно-аналитического департамента службы госбезопасности Грузии КХБР Кемуклидзе. Вместе с тем мы на встрече рассмотрели вопрос задержания еще трех граждан Грузии. Подтвердилось, что задержанные по обвинению в пресечении так называемой границы Малхас-Сурцумия Георгий Зарандия находятся в изоляторе предварительного задержания на оккупированной территории. Что касается Юрия Губеча, было отмечено, что он освобожден, однако остается на территории Абхазии. На прошлой неделе были опрошены свидетели и председатель Сакребула, начальник аппарата и несколько депутатов Сакребула Зугдиди. Показания дал один из участников произошедшего конфликта от фракции ЕНД Дата Шелли. Что касается второго участника конфликта в отломе Шелли, его следствие пока не допросило. Также радиоотеннати работала над темой. Я напомню, что на заседании Сакребула на прошлой неделе произошла драка с участием депутатов от оппозиционной партии ЕНД и их бывших соратников, образовавших партию Европейская Грузия. Перепалка началась во время обсуждения вопроса о регистрации в Сакребулу фракции депутатов от Европейской Грузии. Заседание было прервано. В здании вызвали скорую помощь и полицию. По словам врачей, у подравшихся депутатов были зафиксированы легкие повреждения. На данном этапе ведется следствие. Для борьбы с азиатским щитником центральные власти передадут жителям Абхазии 20 тонн препаратов, сообщает издание Live Press. Кроме этого, предусмотрена передача специальной техники. На встрече, состоявшейся в Зубдюде, заместитель начальника Национального агентства продовольствия Зура Аблюпартия заявил, что уже начаты соответствующие процедуры. Вместе с тем, по его разъяснению, на этом этапе у них нет точной информации об ареале распространения азиатского щитника в Абхазии. В связи с этим, Национальное агентство продовольствия планирует провести консультацию с представителями правительства де-факто республики. CivilJ сообщала о том, что акт консолидированных ассигнований Палаты представителей Конгресса США, который определяет расходы различных федеральных ведомств США, предусматривает выделение Грузии 105 миллионов долларов США в виде помощи. Закон об ассигнованиях, который был одобрен Конгрессом США, президент Дональд Трамп подписал 23 марта аналогичную документу за прошлый год, запрещает оказание помощи тем странам, которым признали оккупированную Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Еще одна актуальная новость, которая обсуждалась на минувшей неделе. Активистам грузинского марша избрали предварительное заключение. Медианьюс сообщала об этом. Двилийский городской суд в качестве меры пресечения избрал предварительное заключение шести лицам, участвовавшим в нападении на журналистов телекомпании «Рустави-2». По информации суда, Ладу Садхобелашвили, Иракли Долинджашвили, Георгий Ониани, Лук Анацлишвили, Михаил Амисулашвили и Бек Аревазишвили обвиняются в хулиганстве. Кроме того, Георгий Ониани наряду с хулиганством также обвиняется в избиении Анацлишвили, также обвиняется в умышленном повреждении чужого предмета. Сторона защиты не согласна с решением суда и планирует обжаловать его в апелляционном суде. Точки соприкосновения На этом мы завершаем обзор меди. Я напомню, что вы слушали передачу «Точки соприкосновения», которая выходит в эфир в рамках проекта «Радио Атенаты». По понедельникам мы предлагаем вам самые актуальные новости абхазского и грузинского медиапространства минувшей недели. Напомню еще, что нас можно услышать по интернету по адресу www.radioatenaty.g и посмотреть одноименную страницу в Facebook. Сегодняшний обзор вам представила я, Майя Пипя. Всего доброго! Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразное, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения на прежнем месте в эфире «Радио Атенаты». В понедельник, среду и пятницу в 16.16.